Собака бывает кусачей, но законодатели об этом как будто забыли. Здравствуйте! В эфире «Ваше право» и я, Татьяна Лапина. Это программа, в которой мы рассказываем о ваших правах и учим ими пользоваться. Этим летом вступил в силу долгожданный закон об ответственном обращении с животными. Поначалу выдохнули все – и зоозащитники, и те, кто наоборот – животных побаиваются. Казалось, теперь на улице можно чувствовать себя в безопасности, ведь закон устанавливает жесткие требования к выгулу собак. Но на деле оказалось не все так просто. Екатерине Вороновой не повезло. В ее доме поселился сосед без кларнета и трубы, зато с собакой. Собакой породистой Бойцовской. И все бы ничего, но из друга человека она быстро превратилась в реальную угрозу для соседей и их обитателей. Погуляли, стали возвращаться домой, и на углу, собственно, налетела собака, я не знаю, бойцовской породы, без наморника и без ушейника. Я попыталась разнять собаку от моей собаки и тоже получила ранение. Схватка была недолгой. Даже короче недавнего боя Емельяненко с Кокляевым. Зато исход схож. Собака Екатерины, в раза в три меньше нападавшей, за считанные секунды была отправлена в нокаут. В чувство ее приводили уже ветлечебницы. У собаки сумасшедший психологический шок. Ее трясет. Ну, собственно, у меня тоже еще мандраж не прошел. Со слов Екатерины, хозяин напавшей собаки часто гуляет с ней во дворе без поводка и намордника. Потасовки случались и раньше. Правда, печальных последствий тогда не было. Вот и решали все мирно, по-соседски. Мы проговорили словесно, что они должны все-таки держать свою собаку на привязи. На что мне было отвечено, да-да-да, мы будем. По прошествию определенного времени я наблюдала неоднократно, что они гуляли опять же с собакой без привязи. Я им делала замечание, ну, наверное, раз пять. Чтобы ситуация не повторилась, Екатерина пошла в полицию с заявлением. В надежде, что представители правопорядка привлекут хозяина бойцовской собаки к ответственности. И, наконец, убедят его держать своего четвероногого друга на поводке. Ответ полицейских удивил не только нашу героиню, но и нас, видавших виды. В ходе рассмотрения данного заявления принято решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. Вы наверняка подумаете, полицейские просто отмахнулись. Но нет, дело не в беспечности стражи порядка, а в действующем законодательстве. Правила выгула собака регламентированы Федеральным законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 27 декабря 2018 года в номере 498 ФЗ об ответственном обращении с животными. Берем этот закон и читаем. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Получается, все-таки запрещено выгуливать собаку во дворе многоквартирного дома без поводка. Почему же тогда нашему горе-хозяину не выписали штраф? На сегодняшний момент не предусмотрена административная ответственность за неправильный выгул собак. То есть в данном случае, если вы выгуливаете свою собаку без наморника, без поводка, то административная ответственность на вас распространяться не будет, как в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, так и в КАПе по Республике Карелия. Такой статьи фактически нет. Тут обращение к нашим законодателям рассмотреть, принять, утвердить. То есть понимаете, закон есть, статья есть, запрет тоже есть, а наказания за нарушение этого самого закона, причем федерального, нет. Ранее на территории Карелии действовали требования статьи 2.3 закона об административных правонарушениях Республики Карелия, а именно несоблюдению требований общественной безопасности при выгуле собак. Однако в соответствии с законом Республики Карелия от 1 июля 2019 года, статья 2.3 закона Республики Карелия признана утратившая силу. Конечно, это временно. Ответственность обещают вести. Правда, хотелось бы, чтобы поскорее, ведь случаи нападения домашних собак не единичны, что подтверждает статистика медучреждений. В травмпункты обращается большое количество страдавшими с укусами дикими и домашними животными. За 2019-й обратилось за 9 месяцев 210 человек. Преобладает, конечно, укус собак. За 2019-й год укушенных собаками 125, из них 60 – диких. Как говорится, на законодателя надейся, а сам не плашай. Если вас покусала собака, вы можете привлечь ее хозяина к гражданской, а в некоторых случаях даже к уголовной ответственности. Главное – соблюдать инструкции. Первое, что вам пригодится – доказательство того, что вас покусала именно эта собака. В данном случае нужно это зафиксировать. Зафиксировать с помощью видео. То есть у нас по городу Петрозаводску установлено достаточно много камер. С окружающих людей, как минимум, нужно записать фамилию, имя, отчество и телефон, чтобы в будущем их смогли опросить либо в суде, либо в органах МВД. Также вам необходимо зафиксировать укусы в любом медицинском учреждении – травмпункте, поликлинике или вызвав скорую помощь. После того, как у вас будет справка на руках, рекомендуем обратиться сразу в органы МВД путем написания заявления. И они, соответственно, возбуждают или не возбуждают уголовное дело. Сроки 30 дней. В исключительных ситуациях сроки могут быть продлены до 60 дней. Если ответа нет после истечения 60 дней, я рекомендую обращаться в прокуратуру с повторным заявлением по факту укуса собаки. Это в случае, если нет ответа, либо вас ответ не удовлетворяет. В случае, если гражданину причинен тяжкий вред здоровью вследствие нападения собаки, могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса, а именно причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Есть же ситуации разные. Может быть, владелец собаки натравливал свое животное на нападение. Тогда может усматриваться и статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это как покушение на убийство. Был ли состав уголовного преступления, будут разбираться стражи порядка. Они же назначат вам медицинскую экспертизу, чтобы определить, какой вред здоровью вам нанесен – легкий, средний или тяжкий. Чаще всего возбудят уголовное дело, если покусали ребенка и если причинены тяжкий вред здоровью. Если человека просто один раз укусила собака, грубо говоря, за ногу и убежала, маловероятно, что будет возбуждено уголовное дело. В данном случае можно обращаться в полицию для того, чтобы у вас был отказ возбуждения уголовного дела и в последующем с данными материалами уже обращаться в гражданский суд. До того, как идти в суд, стоит попробовать урегулировать ситуацию напрямую с владельцем собаки. Если же владелец собаки не готов компенсировать вам в досудебном порядке, то уже, конечно, обращение в суд. Иск в суд подаете на хозяина собаки, если же покусал бродячий пес – на муниципалитет. В нашем случае – администрацию Петрозаводска. С ответчика вы имеете право взыскать как материальный, так и моральный вред. Материальный вред – это лекарства, куртка, которую вам порвали, либо штаны, либо ботинки. Соответственно, все, что касается морального вреда – это те нравственные страдания, которые вы испытали. Они очень сложно доказываются, и практика нам говорит о том, что суд всегда моральный вред занижает. Компенсирует от 10 до 70 тысяч рублей. Это в случае, если вред причинен легкий либо средний. Но что делать, если покусали не вас, а вашего четвероногого члена семьи, как это произошло у нашей героини? Тут достаточно интересная практика. Собака – это все-таки в рамках действующего законодательства – это имущество, которое он принадлежит человеку, как бы это ни звучало. И, соответственно, за компенсацию, за порчу имущества есть статья 1064, по которой можно обращаться именно в суд. С юридическими тонкостями разобрались. Но до суда, как говорится, еще нужно дожить. Для этого при встрече с разъяренной собакой важно соблюдать следующие рекомендации. В случае, если вы увидели агрессивно настроенную собаку, в первую очередь не паникуйте, не убегайте от собаки. Надо остановиться, твердым, уверенным голосом дать пару дрессировочных команд. Это могут быть команды «стой», «фу», «лежать», «уйди». Также надо сымитировать поднятие какого-либо предмета земли и бросок в сторону собаки. Дабы обезопасить себя, лучше обмотать руки какой-либо верхней одеждой, шарф, плащ. По возможности, аккуратно не поворачиваясь к собаке спиной, если вы видите рядом какое-либо укрытие, это может быть забор, дверь какая-нибудь, в которую вы можете забежать, то медленно спиной назад отступать от животного. Если рядом есть хозяин, поинтересуйтесь, привита ли его собака. Укусы животных опасны развитие бешенства. Бешенство – это заболевание, при котором поражается центральная нервная система, ведет к параличу мышц и дыхательных центров и стопроцентная летальность. Поэтому любой укус собаки, даже если он вам покажется простой царапиной, требует немедленной обработки. Сразу обращаться в трампунт и обильно обрабатывать рану мыльным раствором, лучше с хозяйственным мылом, с пеной, вымывать всю слюну. Даже это незначительное повреждение и обрабатывать или водкой, или спиртом. Время воздействия водки – 10 минут надо воздействовать на эту рану, чтобы обезопасить. И все равно необходим осмотр врача трампунта и проведение профилактических прививок. Прививки вводятся в день обращения на 3, 7, 14, 30 и 90 дней. Во время выполнения прививок запрещено употребление алкоголя, тяжелая физическая работа. Все это запрещено. Но все случаи нападения собак можно предупредить. И сделать это могут их хозяева, причем задолго до самого момента нападения. В этом убеждены кинологи. Как правило, это связано с тем, что собак не дрессирует. Для собаки, получается, вожаком должен стать владелец собаки. И он управляет этой собакой. Методов очень много, как бы добиться работы собаки. То есть кто-то делает на механике, кто-то делает на лакомстве, кто-то делает на игрушке. То есть способов очень много. И к каждой собаке надо просто подобрать индивидуальный подход. Многие владельцы собак допускают серьезные ошибки при воспитании своих питомцев. Именно они, а не особенности породы или характера собаки, и приводят к трагедиям. Агрессивные собаки, как правило, становятся. Потому что, когда человек берет любого щенка, маленькую овчарку, более крупную, да и мелкую тоже. И он идет с собакой по улице, а собака увидела постороннего человека. Она, пока щенок, пытается себя защитить, она пытается полаять. А хозяин ее начинает гладить и говорить, ой, какая молодец ты, хорошо охраняешь меня. В дальнейшем, вырастая собака, понимает, что это ее работа непосредственно. И она поэтому начинает с каждым, как она взрослеет, все сильнее и сильнее пытаться облаять человека. То есть, ну и в дальнейшем, естественно, покусать. Важно подойти ответственно и к выбору собаки, которую вы берете к себе в дом. Если раньше 90-е годы, для того, чтобы взять собаку, люди проходили курсы. На данный момент люди просто залезают в интернет, просто понравилась собачка. Они даже не знают ее повадков, поведений, они просто ее берут. То есть, к примеру, если взяли сибирские хаски, с которыми надо очень много гулять, потому что собака была выведена для ездового спорта. И, естественно, когда люди оставляют ее дома, происходит конфликт хозяина с животным, с собакой. И напоследок, наш вам совет. Как бы вы не любили своего четвероногого друга, как бы ему не доверяли, не отпускайте его гулять без поводка в многолюдных местах. Это избавит вас и окружающих от неприятных ситуаций. Когда к вам подбегает большая собака, конечно, это страшновато для людей. Лучше собаку забирать при виде людей и отпускать там, где нет людей, чтобы она спокойно гуляла. По моему личному убеждению, собаки – это лучшее, что могло быть задумано вселенной. А когда из верного друга пес превращается в реальную угрозу для окружающих, винить можно только человека разумного. Причем, сколько бы мы не ругали власти законы, которые никак не могут уберечь нас от нападения четвероногих, самый действенный закон для любой собаки – это его любящий хозяин. А это была программа «Ваше право». Увидимся в следующий вторник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова